Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем лето в парке, в этот раз у нас концерт поэзии. И прямо из гостевого дома музея Черномыргана в Черном отроге для вас будут выступать сейчас участники литературной резиденции Ассоциации писателей и издателей. И первой на эту сцену я приглашаю Жирникову Анастасию Неговаевну. Встречайте! Всем привет! Добрый вечер! Мне выпала сегодня честь открывать этот концерт. Ну, много рассказывать о себе не буду, наверное, лучше просто почитаю стихи. Первое произведение называется «Звезды над городом». Ночь опять изрешетила небо маленькими дырочками звезд. Мне тепло, невыгодно, как хлеба. Мне тепло, невелено, как хвост. Через синь проскваживают белым и великим, чтоб колоть, колоть. Ночь в окне доводит до расстрела душу замурованную в плоть. Звезды не стреляют холостыми, каждая никак не больше пул. Звонки и небы, все они стынут. Что же вы в глазах не заблевали? Я же ведь живая, я другое. Или вы решили мне назло отобрать последнее? Живое, крошечное в сущности тепло. В вашу силу так легко поверить. Вас все больше на меня одно. Тучи раскрываются, как двери. Небо набирает глубину. Мироздание осуждать не вправе. Че тошной душой наперевес? Что смогла бы противопоставить я в ответ величию небес? Тучи молчаливо усмыхнулись. Небо поглощает глубину. Каждая звезда не больше пул. Застрелится, хватит и одной. Я как на ладони, льют мне в душу боль, как ледяное молоко. Только город. Теплый, он живущий. Город спит. Ему не глубоко. Выписан строительный регламент. Детище одной из многих стран вздрогнеты квадратными углами. Спорят геометрию пространств. Вызрит под звездами всей мощи. Сто кирпичных водовых колец. Город в землю накрепко пророщен. Город живет в биемем сердце. Только он. Сравняться с небом в силах. Холода домашнего в пыль. Прилечая хилых и унылых. Притупляя звездные шипы. Город. Миллион сердец в квартирах. Все они скучат для меня. Потому мне быть мишенью тира. Целей для открытого огня. Город гложет дырами пустыми. В многих окон. Равно мне чужих. Звезды не стреляют. Колостыми. Белый пинь. Колки пинь. В них. Спасибо. Ода. Молчание. Мы молчим. Так молчат. На могилах. Раскаяны. Словно. Говорила тебе о звезде своего небосклона. Говорила про то, как надежда с отчаянием спорит. Мы, как те корабли, что остались без выхода в море. Говорила про то, как царапала воздух руками. Мы, как те великаны, несущие ногу руками. Мы стремились гореть. Мы боялись остаться медленными. Мы светились, как жалкие свечи во мраке вселенной. Мы рвались в чемпионы. Мы рвали последние жилы. Только так удавалось нам них нам почувствовать живы. И когда до победы опять оставалось немного, мы валились без сил, проклиная и небо, и Бога. Ненавидели сами себя. Набивались на жалость. Раздражали Богом. Они менее в нас поражали. И бессильные встать. Небосклон принимая причины. Мы учились молчать. Ну так вот же вам. Ода. Мы привыкли к молчанию со дней, проведенных в утробе. Как слабеет число, день за днем сокращаясь на дроби. Мы росли, заражаясь от вызревшей в обществе гнины. Хоронили мечты. И себя возле них хоронили. Хоронили любовь. Приспособившись жить без печали, хоронили себя все. И молчали, и молчали, и молчали. Мы молчали. Так гаснут прямые дошедшие до точки. Мы молчали, как два грозовых, гробовых одиночки. Словно кто-то с небес. Нас презрительно вымерил бровью. Мы молчали, как мертвые. Так замолкают над гробья. И царит тишина, словно здесь происходит венчание. На собой сковало, накрыло, зарыло молчание. И колеблются тени, молчащие там, на обоях. Мы молчим друг над другом. И каждый молчит над собою, словно красный цветок. Все слова в нашей комнате были. Страшно ли глядит то, как молчат друг над другом. Живые. Ну и у меня довольно серьезные обычные стихи. Но иногда хочется чего-то веселого, как-то пошутить. Поэтому мое третье стихотворение будет, пожалуй, повеселее. Есть сердца, что стали домом. Из фанеры, из соломы. Всех друзей туда поселишь. Но им тесно будет там. Есть сердца, что как отель. Их отстроили, сумели. Уместить туда веселье, жоп, друзей и детский гам. Ты бумажный. Ты неважный. Домик мой одноэтажный. Жить в таком дому отважно, одиноко и темно. Ведь огнем не обогреешь, не осветишь, не развеешься. Мы иду, это ветер страшный, сквозь бумажное окно. Жить в бумаге непривычно. Ни свечи нельзя, ни спички. Даже лампочки обычные не повесишь в этот дом. Домик требует замены. В нем исписанные стены выдают меня с поличным, с растаможенным, нутром. Ты хранил мои секреты. Домик где-то нынче, где ты. Я не ведаю, откуда взялся ветер перемены. Ветер дует, стены сносит. Рукопись сгорает в осень. И ни домика, ни чудо, что уютилась в ляму стенку. Был и нету. Все ведь деды, все секреты и запреты превратились в треск поленья, в сладкий пепел, редкий дым. Автор вышел. Был и нету. Дом стал сам костром и светом. Он, как дедушка наш Ленин, будет вечно молодым. Спасибо. Спасибо.